друзья привет рада что вы сегодня с нами на нашем канале есть как есть привет у нас сегодня выходной день и мы его хотим посвятить немножко ну утром мы уже посвятили вам нашим дорогим зрителям отвечая на ваши комментарии дальше конечно нужно нам заниматься своими делами хозяйством пока я был на работе лена тут занималась тоже сейчас я покажу смотрите у нас вот такая клумбочка очень красивая как мне кажется елена решила ее сделать немножко побольше вот она здесь увеличила ее это вот вот чем занимается лена пока я на работе целыми днями большие камни сюда не смогла перетащить так что это будет делать олег а сейчас мы хотим съездить в магазин и может быть купить какие-то растения сюда еще дополнительно такие которые многолетние которые в общем чтобы их посадить и они каждый год росли и не надо было ничего делать только ухаживать и радоваться мы уезжаем следить за этим некогда и только приезжаем на летнее время и вот чтобы чисто поддерживать порядок а еще надо покосить и много-много чего нужно сделать потому что я целыми днями работаю еще мы хотим заехать в эспак потому что мы не нашли в баухаусе морилку для наших вот для этих достичек которые чтобы освежить чтобы освежить немножко нужно найти эту морилку и мы попробуем найти ее в эспаке если в эспаке не найдем я не знаю надо кому-то финляндии заказывать потому что это те курила она филядии точно есть а у нас почему-то и здесь ну по крайней мере в баухаусе не было да по нашим роликам может сложиться впечатление что вы ничего не делаете там целыми днями отдыхаете то на великах катаетесь то еще куда-то ходите по кафешкам я работаю 6 утра подъем и примерно до 5 вечера я работаю пока приезжаю вечером уже все как говорится лицом в салат вернее в подушку вот но все равно мы стараемся как-нибудь вести нормальный образ жизни я тоже кстати не сижу все время нахожусь я какой-нибудь работе вам скажем спасибо те кто постоянно нас смотрят кто не пишет коммент а те кто не постоянно подписывайтесь на наш канал будем очень рады а сейчас поедем магазин да я кстати хотел сказать что спасибо всем кто пишет комментарии потому что это очень важно это нас мотивирует это дает нам новые силы снимать для вас новые ролики интересные лена пошла посмотреть растения я пойду посмотрю косилку что-то у нас косилка такая электрическая я честное слово устал уже с не косить этими породами бегать надо купить с аккумуляторами наверное поискать ну вот они хорошие макита вот эти вот 259 и 215 вот это вот уже хорошие что-то нашла смотри какое интересное растение даже не знаю что это за растение многолетняя ли она или нет она цветет такими вот желтым желтенькими цветочками а потом такие красные ягодки получаются очень очень такое яркое красиво мне кажется а есть название на нем есть вот здесь надо посмотреть просто что это в интернете такую вот траву не знаю как она называется но сейчас мы узнаем а вот это вот это зверобой оказывается да это зверобой и он представляет собой прямо растущих густой аккуратный куст с темно-зелеными приятно пахнущими листьями эти ценится за свои яркие золотые цветы и ярко-красные плоды напоминающие маленькие перчинки о как это нам сказал насколько сейчас легко не надо никаких вопросов там никому задавать вот так вот поднес телефон только раз сфотографировал и все и сразу же все результаты все я выяснил что это многолетнее растение весной можно подрезать листики не боится ни морозов ничего растет хорошо и тень и солнце переносит хорошо да все легко все через телефон сейчас узнаем все вот это точно годится эту будем брать травку она еще цветет какой-то метелка выпускает вот это вот вот это вот трава все через телефон часу знаю но она она весной написано что светлая к осени становится темная вот такая нет не знаю что это такое вот вот это очень красивое растение сейчас тоже узнаем что такое и если это многолетняя то надо брать наверно Мы сегодня с Леной идем в гости, в Каспору и Марис, вы их знаете, и смотрим сейчас, что бы с собой взять безалкогольного, потому что один из нас будет точно за рулем. Ехать далеко, и мы решили посмотреть что-нибудь безалкогольное, но у меня, честно сказать, большой вопрос. Я не понимаю, как? Ну ладно, сейчас вам покажем. Ну хорошо, я понимаю, есть безалкогольное пиво, вот тут всякого разного достаточное количество. Потом есть вот такие безалкогольные напитки, есть безалкогольные вина шампанские, ну вот это понятно, мы скорее всего вот такое возьмем, безалкогольное шампанское, и скажем, вкусно оно или нет, будем брать такое? Будем, будем, одно возьмем, попробовать, но больше всего заинтересовало, вот посмотрите, как спирт, типа спиртовой напиток, написано, что спирт, и написано, что он алкоголь и ваба. Во-первых, стоит 31 евро, 30,99, да, но как может быть безалкогольная водка, вот это мне. Да, вот написано, нон алкоголик спирит, то есть это как? Нон алкоголик спирит, да, безалкогольный спирт, вот как может быть спирт безалкогольный? Причем я его смотрю, вот этот разбирают больше всех, с мишкой. Тут есть, значит, с медведем, вот такой вот с кем-то. Сейчас покажем. Ну, вот такой, да, это осьминог какой-то, орел и медведь, да, прикольные напитки. Медведь с пистолетами, наверное, поэтому его и разберут. Такой, как какой-то, видите, крутой медведь. Слушайте, ну, бутылка очень приличная. Ну, выглядит как спиртное, да? Ну, честно говоря, у меня какие-то сомнения терзают смутные. Что это вообще за напиток, вообще можно ли это пить, не знаю. Ну, написано, что безалкогольный спирт, вообще, но это прикол. А еще я хочу показать один напиток, вот этот я понимаю, он безалкогольный, но ощущение такое, как будто пьешь алкоголь. Ну, классно, я сейчас, я понял, что Лена хочет показать джинджер. Джинджер, это наш любимый, мы его любим употреблять, например, зимой, когда холодно, его хорошо с чаем или просто рюмочку, потому что это настойка на имбире, и он очень вкусный. Вот ты его выпиваешь, рюмочку, и такое чувство, что ты выпиваешь алкоголь, потому что он так обжигает горло, и такой приятный, очень вкусный. Так что... Я сейчас покажу. Вот эту вещь я понимаю, да. Вот они, вот этот вот с зеленой этикеткой, он очень вкусный, вот так вот выглядит бутылочка. 7,99 и 6,99 вот такой есть. Но вот этот мне, честно не сказать, не понравился. Зеленый гораздо лучше, вкуснее. Если хотите попробовать взять, возьмите вот этот. Мне кажется, не пожалеете. Вот знаете, зимой согреться очень мило дело. Да и летом неплохо. Да и летом, наверное, неплохо. Вот, друзья, такие бывают чудеса. Кто из вас пил безалкогольную водку? Ну, спирт вот такой, безалкогольный спирт. Поделитесь. Поделитесь опытом. Вот что-то 30 евро мне не хочется за безалкогольную водку. Платить для того, чтобы узнать эффект этого чудесного напитка. Но эффект, вернее вкус чудесного вина, шампанского, которое безалкогольное, мы вам сегодня расскажем. Обязательно на камеру. А еще мы возьмем безалкогольное пиво. Вот такое. Хеникин стоит 79 центов. Всего лишь 3 баночки, я думаю, достаточно для того, чтобы напиться вдоволь. Складывает, складывает там. Причем Лена намекает, что сегодня я не пью. Это хитрая лиса. Ну, вот полдня протаскались мы за этими растениями. Купили. И ничего не купили. Толком ничего не купили, да. Вот такие вот взяли. Ну, вот Лена будет формировать теперь как-то эту клумбу. Я хочу разделить тут немножко вот эти все. Они слишком большие, пустые. Вот отсюда забрать кусочек, туда-оттуда. Ну, в общем, распределить по всему. По всей клумбе. Лена тут урожай собирает. Вот, смотри. Ох, какие ягодки. Сколько ягод. Какие крупные. Класс. И на этом тоже есть. Вот. Здесь очень много, кстати. Здесь меньше, конечно. Черная смородина у нас. Вот они. Вот тут тоже. Ну, много, много. Нормально. Ну, в следующем году, я думаю, будет нормально. А зато, во, какие игрушки, как игрушки. Такие классные. Ну, вот груши наши. Потихонечку, потихонечку растут. Одна аж прям такая, какая-то как двойная, большая. Один, ты так понимал, у нас красный. Я уже помню, смотри. Здесь белая. Она такая. Она вот такая зеленая останется, но она будет спелая уже. Вот такого цвета она. Ой, пришлось мне напялить кроссовки. Олег меня заставил. Я хотела пойти в этих тапочках сажать. То, что мы купили сегодня. Ага, в прошлый раз поранила себе ноги. Я уже говорю, все. Да, я поранила, и Олег меня заставил сегодня обываться. Так что сейчас будем приводить в порядок наш участок. Клумбу я, кстати, уже начала делать. Но и так ее не доделала, потому что не смогла найти геоткань. А Олег заглянул в кладовку и сказал, так вот же она. Обычно бывает так всегда со мной. Обычно всегда я ничего не вижу. Вот у меня здесь все лежит на своих местах. Вот я должен протянуть руку и взять. Если это лежит полметра в другом месте, все, я уже это не могу найти. А в этот раз Лена так. Я такая три раза заходила в кладовку, зайду, все, все полки просмотрю, нету. Олег такой, да там она. Заходит такой, только вот же она. Под ящиком, правда, надо сказать. Но, видимо, он знал, что он и ящик поставил на эту. Кто-то не могла найти. Ну, в общем... С кем поведешься, так тебе и надо. В общем, сейчас будем сажать, косить, приводить в порядок наш участок. Все вам покажем. А потом вечером мы идем в гости. Каспару. И Марис. И Марис. Вы их уже знаете. Да, вы их уже видели в наших роликах, но только в Турции. А в Эстонии... Кстати, в Эстонии мы тоже снимали. Они приходили к нам в гости. Они у нас были в гостях. Сегодня мы идем к ним в гости. Вот. Я тоже, кстати, не в тапочках буду косить. У меня вот такие вот старые ботинки. И... Ну да, жарко сегодня, лето, но приходится... Потому что в тапочках, ну, блин, опасно. Тем более триммером. Там стримера летит, такие камни и все. В общем, буду в летней одежде, в зимних ботинках. Или она тоже в кроссовках. Кстати, днем жара вообще невозможна. Но вечера прохладные. То есть вот днем ты ходишь, тебе жарко, ты не можешь вообще. То есть там, я не знаю, 28 градусов. 28. Сцелес в общем-то на градуснике. Ну, сейчас посмотрю. А вечером... Я вчера выходили погулять, и я одевала куртку. Прям реальную куртку. 14. И мне было как... У нас градусов было и ветерок, и 14 градусов, и ветер. Это холодрига. Сейчас я покажу, сколько у нас градусов. Я сам не знаю, кстати. У нас... Любопытненько. 26. 26 в тени. В тени. Ну, конечно, в тени. Все градусы меряют об тенении на солнце. Да, ну, значит, на солнце там все 30. Никто не меряет на солнце. Ладно. Первым делом Лена стелит геоткань, геотекстиль. Это для того, чтобы сорняки не прорастали. Вот у нас здесь, видите, у нас там внизу геоткань, и сверху все засыпано вот такими вот гранитными камушками. И здесь будет то же самое. Ну, может быть, не гранитными камушками, может быть, другими какими-то. Олег предлагает вообще другим керамзитом или чем-то другим засыпать, чтобы было интереснее. Ну, посмотрим. Пока не знаю. Горо, жарища. Все, я покосил. Все классно. Лена посыпает удобрения, потому что у нас здесь проходит труба. И вот такая вот... Да, и почему-то вот у нас здесь трава не растет. Прям вот видно, как будто вытоптано, на самом деле не вытоптано. На самом деле здесь закопаны трубы. Дренажная труба. Дренажная, все, которое выходит в этот колодец. И вот здесь как раз не растет трава у нас. Да, и газон, конечно, страдает. Но я думаю, что это все нормально будет. Как только дожди пойдут, все зазеленеет. Но я тут немножко удобрения все-таки для травы, специальное удобрение посыплю. Хотя его, конечно, нужно рассыпать по весне. Но так как нас по весне здесь не было, будем рассыпать лето. По лету, да. Но я думаю, что это как раз хорошо. Вот прямо тропинка видна. Как будто бы тропинка. А Лена здесь уже закончила красоту наводить. Еще не закончила. Еще не закончила? Нет. Можно же поставить туда либо камушки. Ну вот, практически вот так вот будет выглядеть. Только сверху будет еще какое-нибудь покрытие у нас. Основное дело мы все сделали. Олег все подстриг. Везде навел порядок. А я сделала эту клумбочку. Ну не до конца, но просто потому что камушков пока нет. Ну, в принципе, только привезти камушки, рассыпать и все будет красиво. Так что мы сегодня свои дела сделали. Теперь поедем отдыхать и встречаться с друзьями. Мы сейчас зашли в Стокман, купили крылышки. Здесь они, кстати, классные очень. В хорошем маринаде. Еще на 3 крылышка. Еще наш любимый лаваш с намазкой. Да, кстати, покажем вам. Это делается очень классно получается. Ну вот нас уже встречает Каспар. Вот там. Ох, прям показывает, куда нам нужно парковаться. Так. А, прямо рядышком сюда к ним мы припаркуемся. Ох, как здорово. Парковка огромная. Смотри, сколько у них мотоциклов. Ё-моё. А вон идти, я ее вижу. Класс. Вон уже Марис, посмотри. О, классно. Привет. Привет. Что-то вы учили из нас. От нас. Как правильно сказать. Привет. Как опаздывать. Девочки просим. Смотрите, какой классный мотороллер в Марис. А мотоцикл там красный тоже твой? Красный тоже мой. Это Каспар мотоцикл. У вас красная машина. Смотрите. Два красных мотоцикла. Мотоцикл вот такой вот у Каспара. Еще у них там красная. Черная коляска есть. Альфа-Ромео там стоит еще. Вольво здесь. Классно. Ну, покажешь потом всю технику свою. Вот Ити. Как хочешь. Ой, как хочешь. Ити, Ити, привет. Ити, привет. Узнала. Узнала, конечно, узнала. Классно. Здесь уже, смотрите, как классно. Здесь очень красиво. Здесь мангал уже. Ой, Ити, какая довольная. Показывает свою игрушку. Все, у нас сейчас обнимаешься. Олег, привет. Класс. Привет. 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 Классно нас встречают. Здесь уже скоро будут угли. Скоро будет шашлычок. Красотища. Мы вчера положили бутылку вина в холодильник, в морозилку. И забыли. Забыли ее достать. Хорошо она не лопнула. Она полностью была замерзшая. Ну, я думаю, оттает. Что с ним будет? Кто знает, не портится вино от этого? Мне кажется, что ничего с ним не случится. Ну, может быть, это не очень хорошо. Лена сейчас будет делать наш фирменный лаваш. Намазывает сырным салатом лаваш. Теров. Это который из муки грубого помола. И потом он на мангале становится хрустящий. Очень-очень вкусный. Белочка хорошая. И ты очень хорошая такая, да? Она сразу такая гавкнула, обратила на себя внимание. Чего это вы на меня не обращаете внимания? Такая ласковая собака. Классная. У нее такая классная шерсть. Она такая шелковистая, такая мягенькая вообще. Я не знаю, как волосы у ребенка. Какая-то такая мягенькая, мягенькая. Красивая очень. Да, Ити? Застесненно. Застеснемся. Здесь очень уютный уголочек такой. Очень красиво. Стол. Вообще здесь вечернее солнышко прям попадает. Классно. Лена там нашла мяту. Лимонная мята. Прям вот запах. Ах, какой. Вкусно, да? А вот там тоже. Базильный. Смотрите, какой. Огромный куст мяты. Да. А здесь базильный. Тоже классный. Тоже пахнет. Ой, ароматный какой. Классно. А вот это я даже не знаю, что это такое. Это тоже наподобие что-то, я так думаю. Ну, по три, вот по три листик руками скажешь, что это. Похоже, это тоже мята, что ли. Да, скорее всего, разновидность мяты. Наверное. Или у меня уже запахи перепутались, потому что я уже и там нанюхалась, и тут нанюхалась. И мне кажется, уже... У меня все смешалось. У меня все смешалось. Каспар новое пиво какое-то купил, классное. Смотрите, это немецкое пиво. Сейчас будем пробовать дегустировать. Сейчас посмотрим, что это за пиво. Ну, очень интересное. Я такое не пробовал ни разу еще. Просто, да, из Германии. Не написано, что баварское. Узнаем. Марис и Лена пробуют пиво вишневое. Да, вот такое. Покажи этикетку. Это эстонское пиво. Кирси, да. Кирси. И очень... Понравилось тебе? Ну, мне кажется, оно для меня сладковатое. Ну, потому что я... Марис говорит... Марис, это любимое пиво, Марис, да? Да, очень я люблю это. Не сладкое для меня именно. А Лена сахар не ест, и для нее теперь сладкое, да? Я теперь его везде чувствую. В любых продуктах я сразу чувствую, где много сахара, где мало. Если ты сладкова вообще не любил одежду. Самое хорошее веснёвое это перминское. Я сейчас нет на протажах. У нас дегустация будет разных... Разного пива, вина и всякой всячины. И пропала. И очень... И ты? Вот. Можно пить... Куда она пропала? Лена, можно пить Кирси пиво и... И Кирси кушать. Вот же она. Заедать. Вот она. Потеряли, она сидела под столом. У Каспора тоже такая же, как у нас, термокастрюля. Очень удобная, да? Очень, очень. Хорошо держит? Хорошо держит. Здесь они еще прожарятся. Классно. Очень горячие угли. Вообще руку невозможно держать. Даже секунду невозможно держать. Каспар использует перчатку такую. Говорит, международная перчатка уже в Турции побывала, да? Точно так. Ну, по-другому не положишь. Вот надо пинцетом ложить, таким, щипцами и в перчатки. Потому что уголь очень горит. Ну, прям раскочегарил мангал. Вот просто секунду невозможно держать. Вот просто вообще. Пока я тут закончу, надо уже заново начинать с другого конца. Да, это точно. Сразу перевернем, и все, и будет готово. Очень быстро сделается. Крылышки вообще очень быстро готовятся. Вот такая красота у нас. Мы хлебушек здесь подогреем. И вот так вот получается у нас лаваш. Уже почти готов. Даже готов. Лена вот уже один порезала. Говорим хором. И ходим, строим. Очень классный, вкусный. Сейчас будем пробовать. Класс. Подожди, для вина у меня вот такое. Ну, тогда раз потом еще за рулем, смело наливай. Да, смело наливай. Если за руль садишься, смело наливай, как говорится. Поэтому я и купил себе безалкогольное шампанское. Первый раз, кстати, буду пробовать. Вино безалкогольное я пробовал. Оно похоже, ну, похоже даже больше на сок, чем на вино. Опа. Опа. А это? Нет, шампанским не пахнет. Не пахнет? Нет. На вид похоже. Выглядит вроде неплохо. Выглядит неплохо. Сейчас я буду пробовать. Очень похоже на шампанское, полусухое, но как будто бы без спирта. Но оно так и есть. Похоже на какой-то детский сидр. Больше ни на что. Вот. Лен, покажи, какой у нас здесь стол. Заинтриговали тут. А мясо? Мясо где? Сейчас попробуйте. Смотрите, какая классная. Салатик у нас. Хлебушек поджаренный. Ммм, просто супер. А водочки мы не будем. Уважение к нашему третьему водителю. Да, водочки. Все, шерифы Аркадашлав. По-турецки. Тервисекс? Тервисекс. Сегодня я водитель. Трезвый. А я оператор. Не трезвый. Не трезвый оператор. Каспар, ты попробовал это вино безалкогольное? На что похоже? Детство вспоминают. Вот эти таблетки. Это минце или как они назывались. А, в трубочках такие? Да, в трубочках. Трубочка такая вот. Вот если вот разбавлять, вот такой вкус, по-моему. Класс. Хорошее сравнение. Кстати, похоже очень. Ребята, какую я гадость пью. Нет, это не гадость. Нет, это не плохо, это не гадость. Ну, такой вот детский напиток. С вином близко не стоит. И даже, ну, в одном ряду. Просто, просто как будто бы. Вот и все. Но мне интересно, что такое безалкогольная водка. Блин. Куплю. С получки куплю и попробую. Всем расскажу. Лена дает черешню идти. Вкусно. Вкусненько, да? Вкусно? Вкусно вам? Вкусно. Каспар показывает свой мотоцикл. 20 лет, говорит, мотоциклу вот этому. Да, 20 лет. И пробег 30 тысяч сейчас. 30 тысяч пробег. Угу. Классно, вот. Он тоже коллекционный у меня. Какой вообще красивый. Неужели такой старый? Да, да, но дизайн уже современный, но более-менее. Ну, вообще, красавчик. Просто красавчик такой. Вообще красивый. Каспар коллекционирует, да? Ну, можно так сказать. Можно так сказать, да. Но, только, ведь включение только BMW мотоцикла. Ну, классно, здорово. Вообще какой. Сколько он кубиков? Это 850. Вообще. Да, прям. Динамика очень хорошая. Они 1150 кубиков тоже есть. Точно такие же. Я раньше катался на таких. Думал, что это, может, это мало как-то. Зря ошибся я. Этот мотор получше. Динамика совершенно другая. Сам просит, что давай. Давай, дай побольше. Давай, побольше. Кругами домой. Не прямиком. Очень хороший мотоцикл. Здорово. Красавчик прямо. А мы поели, объелись, в общем-то. Сейчас идем прогуляться, посмотреть местные до 100 примечательностей. Ну, в общем-то, здесь хороший райончик. Такой тихий, спокойный. Очень зелено в этом районе. Я сейчас разверну камеру. Покажу, насколько здесь зелено. Очень много деревьев. Очень красиво, спокойно. Вот так выглядит дом с внешней стороны. Дом на две семьи. Очень уютный сад внутри. Место для гриля. Очень уютно, красиво. Вот такие дома здесь. Люди не бедные живут, видно. Все уже убежали там. Каспар меня ждет, а Марис уже с Леной убежали далеко. Тут такой интересный паб. Домик такой для деток сделан. Сад там очень интересный такой. Сейчас я посмотрю. Покажу вам. Ох, красиво. Вот здесь места, где можно сидеть. Все так зелено. Птицы кругом поют. Щебечат. Это работающий бар, я так понимаю. Паб действующий. Здесь можно посидеть. Все так в цветах, прям утопает. Открыто здесь, нет? Нет, уже все. Все закрыто, да? Очень красиво здесь. Это здесь. Леночка. Видишь? Это здесь такие блюда. Все проверено здесь уже сколько раз. Вот такой, да, вот такой паб. Альфреди паб. Это в Неме находится. Классное место. Обязательно приедем еще раз в гости и сходим в этот паб. Посидим и покажем вам его обязательно. Ох, такая же собака, как Итти. Посмотрите. Ух ты, классно, здорово. Это тоже девочка, да? Девочка. Ох, красавица. Сразу играть, сразу играть. Вот такие домики здесь. Интересный, кстати, дизайн дома, но интересно больше даже вот эта вот машина. Митсубиси. Митсубиши 3000. Сейчас таких очень редко бывает. В общем, редко. В Эстонии очень редко увидишь такую машину. Но я смотрю, что здесь любители разных хороших машин таких, да? Вот, всякие есть. Это какой-то американец, по-моему. Тихий-тихий район. Очень зеленый. Каспар рассказывает, здесь дом такой интересный. Ему больше ста лет. Будет сто. А, будет сто. Да, 1924 года. Какие бусы там сделаны из каких-то... Из чего это сделано, интересно? А вот дедушка... Трудно понять. Дедушка моего друга, он был очень знаменитым в свое время. Кстати, твой коллега. А, серьезно? Душу знать. Орвовески. Издавали книгу в советское время, где тоже все печки и камины. Да, да, да. В советское время. Вот это его дом. Но сейчас он умер давно уже, а друг со своими семьями здесь. Классно. Красивый дом вообще такой. Но больше... Если учитывать, что ему сто лет. Да, сто лет. Классно. Будет очень долго. Здорово. Вот такая история здесь. Да, вот ходим, смотрим. Сейчас мы сидели, да? Да, такие места красивые. Лена замерзла, да? Морис тоже уже вот пледом укуталась. Каспар горячий эстонский парень. А я тоже, кстати, в куртке. Ну, такой вот легенько курточки. Но я чувствую, что мне так немножечко прохладненько. В общем, начинаются уже такие... Куртка просто далеко там. Да, прохладные немножко такие вечера начинаются. Но вот мы уже досидели. Сейчас уже сколько у нас? Время 11 часов вечера. В общем-то еще светло. Комарики начинают покусывать. Вот в Алани, кстати, нет у нас там комаров. Там их травят. А здесь... А здесь их наоборот выращивают. Такое ощущение. Вот. Ну, покусывают, да. Мы начинаем собираться уже потихонечку. Питя тоже красавица нас провожать. Да, да. Да, вышла провожать. Ну, все. Мы сегодня уезжаем уже домой. Ребята нас провожают. Всем счастья, добра. Пока. Подписывайтесь на канал. Пока. 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 Я такая из-за тебя выглядываю. Пока, ребята. Пока. Пока.